Глубко, уважаемые председатели, уважаемые коллеги, я в первую очередь хочу поблагодарить организаторов этого семинара за возможность выступить и осветить тему качества жизни пациентов с раком легкого и представить вот действительно промежуточные данные российского многоцентрового наблюдательного исследования, посвященного оценке, комплексной оценке эффективности Ниволумаба у пациентов с немецкоклеточным раком легкого. Хочу особенно поблагодарить Светлану Анатольевну за приглашение и за выбор этого удивительного места, в котором я себя ощутила, перенесясь в эпоху пушкинского времени. Ну, прежде чем представить данное исследование, которое я упомянула, я бы хотела сделать маленькое небольшое вступление о том, почему сегодня мы обсуждаем вопросы качества жизни онкологических пациентов. Я участвую в заседаниях, в конгрессах пациентских обществ, здесь у нас в России такие уже проводятся и за рубежом, и я понимаю, что сегодня для пациента, пациента онкологического, пациента с раком легкого, вопросы качества жизни очень и очень важны. И я сегодня чувствую, что и онкологи, и онкологи нашей страны также обращают на это внимание, и эта тема попадает в их поле зрения. Таким образом, мне кажется, что вот и сегодняшняя программа нашего мероприятия подтверждает то, что если мы обсуждаем вопросы лечения онкологического пациента, вопросы лечения пациента с раком легкого, мы не можем не говорить о качестве жизни. И я очень коротко попытаюсь вас в этом убедить, хотя я так понимаю, что убеждать сильно не надо. Вот если мы посмотрим начало еще 2000-х годов, мне кажется, что на четверг российской онкологической конференции в одном из докладов «Качество жизни онкологических больных» было очень точно сформулировано, почему мы говорим сегодня о качестве жизни. Главная цель всей системы медицинской помощи в онкологии – это восстановление или сохранение качества жизни. В рамках этого определения выживаемость, то есть сама жизнь, первая цель, другие биологические исходы болезней процесса лечения, ответ опухоли на лечение, длительность эффекта, токсичность вторичная. Понимание недостаточности оценки только биологических последствий воздействия злокачественного процесса на пациента выделило восстановление качества жизни как новую цель лечения. Сегодня, если мы рассмотрим те направления, в которых качество жизни онкологического пациента важно, мы здесь должны обратить внимание на следующее. Качество жизни пациента – это один из критериев эффективности противопухолевого лечения, это индикатор токсичности, это цель поддерживающей терапии, это ориентир в разработке программ реабилитации. И если мы посмотрим совокупно, это критерий, один из критериев качества медицинской помощи, то есть это маркер пациента, которому необходима психологическая социальная поддержка. Я хотела бы напомнить для того, чтобы вот наше представление данных было более однозначным и очевидным, что такое сегодня, что мы понимаем под качеством жизни. Это интегральная характеристика физического, психологического и социального функционирования пациента, основанная на его субъективном восприятии. Для нас это ключевое. То есть мы получаем информацию об эффекте терапии, о токсичности терапии напрямую от пациента, неопосредованно мнением врача. К субъективным оценкам в данном случае относятся субъективные симптомы, такие как боль, слабость, тошнота, подавленность, одышка, в отличие от объективных симптомов, которые безусловно оценивает врач. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что качество жизни пациента, его определение очень близко к определению здоровья, которое вы все хорошо знаете. Это полное физическое, психологическое и социальное благополучие человека, а не просто отсутствие заболевания. Эту информацию мы получаем из объективной оценки, а информацию о качестве жизни от пациента самого. Сегодня понятия качества жизни и субъективные симптомы попадают в такую широкую категорию, попадают под зонтик такого понятия, как оценки данной пациенты. На английском, если вы читаете работы, вы часто сталкиваетесь с таким понятием, с таким словосочетанием, как patient reported outcomes. Так вот, в большом обзоре в журнале Nature's, посвященном онкологии, название этого обзора звучит следующим образом. Оценки данной пациента как критерии эффективности и индикаторы исходов лечения в онкологии. И далее мы знаем с вами, что еще в 93-м году АСКО и NCI сделал такое консенсусное заключение, что среди основных критерий эффективности лечения в онкологии, на первом месте, безусловно, мы оставляем общую выживаемость, вторым по значимости критерием идет качество жизни. Таким образом, сегодня при лечении онкологического больного пациента с раком легкого, вот этот важный баланс увеличения жизни, продления выживаемости и возможности поддержания его качества жизни, о чем Светлана Анатольевна в самом начале говорила. Еще подкрепляя свою мысль, сегодня FDA при регистрации онкологических препаратов является обязательным, предлагает необходимость информации о препарате в контексте его данных по клинической эффективности, по выживаемости и по качеству жизни. Есть рекомендации FDA 2009 года о том, каким образом применять оценки данной пациентам при регистрации лекарственных препаратов. Сегодня в Clinical Trials Gov, если мы переходим к немелкоклеточному раку легкого, зарегистрировано 501 исследование, посвященное качеству жизни пациентов при немелкоклеточном раке легкого. И сейчас я очень коротко представлю промежуточные результаты программы, которая сегодня проходит в Российской Федерации при поддержке компании Bristol Mars. Программа называется «Качество жизни, симптомы и клиническая эффективность немолумаба в качестве второй или последующей линии терапии у больных распространенным репарактерным немелкоклеточным раком легкого». Еще раз обращаю ваше внимание, исследование проспективное, наблюдательное, выполнено в соответствии с современными принципами оценки результатов лечения. Мы не только оценивали качество жизни пациентов, но и все клинически необходимые составляющие. Основная цель исследования – изучить качество жизни и профиль симптомов у больных распространенным рефракторным немелкоклеточным раком легкого на фоне лечения неволумабом после неудачи, по крайней мере, первой линии терапии. Вспомогательные цели – это определение общей и беспрогрессивной выживаемости, это оценка показателей опухлевого ответа на терапию неволумабом и побочное явление, нежелательное явление, профиль токсичности. На этом слайде вы видите общую информацию по исследованию, а в это исследование общее число больных для включения 200 пациентов с подтвержденным диагнозом, распространенный рефракторный немелкоклеточный рак легкого. Это многоцентровое исследование, приближенное к условиям реальной клинической практики. И на наш взгляд это тоже очень важно, потому что сегодня есть большое число публикаций зарубежных, которые говорят о том, что данные клинических исследований не дают нам полную информацию о реальных результатах, реальной эффективности терапии. Поэтому это исследование в реальной клинической практике – это очень полезное и важное направление в исследовании. В настоящее время 7 онкологических центров Российской Федерации участвуют в этой программе. Срок исследования качества жизни – 12 месяцев. То есть у нас несколько точек обследования до начала терапии неволумабом, через месяц, через 3, через 6, через 9 и через 12. Мы использовали стандартизированные опросники для оценки качества жизни, общий опросник SF36 и опросник оценки симптомов. Это Эдмондская система оценки симптомов и шкала оценки кашля, цифровая оценочная шкала. На этом слайде вы видите критерии включения и исключения. Я очень так коротко их озвучу. Это гистологический или цитологически подтвержденный немелкоклеточный рак легкого на 3-4 стадии. Или рецидив прогрессирования после комбинированной терапии. Это взрослые пациенты 18 лет и старше. Это прогрессирование заболевания или рецидив после, по крайней мере, одной линии системной терапии. Включаются у нас пациенты, которые вошли в программу расширенного доступа. А также мы сейчас расширили критерии и можем включать в программу тех пациентов, которым показан неболумап в реальной клинической практике. Все пациенты подписывают информированное согласие и пациенты способны заполнить опросники. Они включаются в исследование те пациенты, у которых есть когнитивные или психоэмоциональные расстройства, препятствуют контакту с врачом и могут тогда привести к получению недостоверной информации и наличия другого злокачественного новообразования. На этом слайде вы видите информацию об общем опроснике SF36, 8 шкал, и мы данные будем с вами анализировать на основании этих 8 шкал. Опросник оценки симптомов, 10 общих симптомов, характерных для онкологических пациентов, позволяет оценить этот инструмент, оценивает выраженность данного симптома за последние 24 часа. И шкала оценки интенсивности кашля. Итак, предварительные результаты, которые мы анализ делали последний раз в начале сентября. В этот анализ мы включили 172 пациента. Медиана длительности терапии в этой группе составила 17 недель. Медиана длительности наблюдения 24 недели. Средний возраст пациентов 60 лет, 65% выборки – это мужчины. Большинство пациентов 139 и 172 – это общесоматический статус 0,1, но также были пациенты со вторым и третьим общесоматическим статусом. 35% – это плоскоклеточный рак, 65% пациентов – это неплоскоклеточный. По стадиям заболевания пациента распределились 13% – третья B стадия, 58% – это четвертая стадия, и 29% пациентов были с прогрессированием. Информация по статусу курения. Курильщики составили, или те, кто курили в прошлом, составили большинство пациентов. И пациентов примерно по количеству предшествующих линии терапии распределились поровну. 49% получили одну линию терапии, другая часть – более чем одну линию терапии. Информация по клинической эффективности. В нашей группе на 172 человека ранние летальные сходы сфиксированы у 14 больных. Больные, у которых была проведена оценка опухолевого ответа – 118 пациентов. У 40 пациентов не наступили сроки оценки опухолевого ответа на сентябрь месяц. По частоте опухолевого ответа какие результаты? Частичный ответ – 9%. Стабилизация заболевания – 44% пациентов и у 47% прогрессирование. Таким образом, контроль роста опухоли – это 53% случаев, то есть более половины пациентов. Что касается выживаемости. Медиана общей выживаемости для всей группы пациентов не достигнута. Медиана без прогрессивной выживаемости сегодня – это 2,7 месяца. Медиана сроков проведения первой оценки ответа – 2,2 месяца. Далее мы посмотрели группу пациентов, которые являются неблагоприятными. То есть те пациенты, у которых был общий сомосический статус 2,3. И у пациентов, у которых были метастазы в головной мозг. Таких у нас было в выборке 49 пациентов. А в этой группе пациентов частота опухолевого ответа была следующей. Частичный ответ у 3 пациентов – это 7%. Стабилизация у 14, то есть контроль роста опухоли в 41% случаев. Прогрессирование у 42% и ранний исход у 17% пациентов. Кривые выживаемости. Здесь мы представляем кривые выживаемости у пациентов. Слева вы видите пациенты, справа. Пациенты, у которых были метастазы в головной мозг и без метастазов. Общая выживаемость существенно отличается, причем значимо. 2,5 месяцев против 9 месяцев. И беспрогрессивная выживаемость 2,2 месяцев против 2,8 месяцев. Что касается кривых выживаемости, вы тоже видите существенные различия. Это у вас слева кривая. Пациенты с хорошим и пациенты с плохим общесоматическим статусом. Медиана общей выживаемости 9 против 4,7 месяца. Медиана беспрогрессивной выживаемости 3,2 против 2,5 месяцев. Профиль безопасности мы тоже смотрели. И мы видим, что нежелательные явления, связанные с терапией неволумаба, оботмечены в 31% случаев, при том, что 3 и 4 степень были только в 11% случаев 18 пациентов. О том, какие были нежелательные явления, вы видите на этом слайде, в этой таблице. Сюда мы включили только те случаи дня, у которых встречались больше, чем в 5 случаях. То есть это известные слабость, одышка, кашель, пневмонит, сухость во рту, снижение массы тела и так далее. То есть мы можем сказать, что по профилю безопасности здесь наши данные отражают данные клинических исследований и говорят, в общем-то, в целом о приемлемом профиле безопасности. Теперь качество жизни. Первое, что мы проанализировали, качество жизни пациентов до начала терапии неволумаба. Пациенты предлеченные. И это отражает то, как пациенты воспринимают себя. То есть мы сравнили показатели качества жизни пациентов с ними, как личным раков легкого, с условно здоровыми респондентами. По всем шкалам опросника SF36 значимо ниже, снижено качество жизни. Причем различия по некоторым шкалам в два и более раза. То есть мы можем сказать, что действительно скомпрометированные пациенты, плохое физическое, психологическое, социальное функционирование, интегральный показатель значимо ниже 0,283 против 0,505. То есть практически в два раза хуже. Спектр симптомов до начала терапии тоже очень-очень широкий. Подавляющее большинство пациентов, 98%, имеют симптомы. Наиболее выраженные симптомы усталости, одышка. У большого числа пациентов они существенно выражены. Что происходит в процессе терапии? Мы видим, что даже после двух введений установлена стабилизация или улучшение качества жизни по большинству показателей. Мы видим, что здесь четко отражает синенький столбик. Он по большинству показателей выше, чем красненький столбик до начала терапии. После шести введений значимое улучшение качества жизни выявлено по большинству показателей. Симптомы. Мы посмотрели, каким образом меняется выраженность симптомов на фоне терапии после двух и после шести введений такого симптома, выраженного как усталость и одышка. И мы посмотрели, как распределились пациенты, у кого симптом улучшился, у кого не было изменений, у кого происходило ухудшение. Так вот, после двух введений неволумаба выраженность усталости и одышки уменьшилась у 44% и у 33% больных соответственно. После шести введений выраженность усталости и одышки уменьшилась у 54% и у 56% пациентов. Таким образом, вот сейчас очень схематично, очень конспективно представляя вам имеющиеся данные, можно заключить, что на основании клинических показателей и оценок данным пациентами проведена комплексная оценка эффективности и безопасности терапии неволумабом у больных распространенным рефрактерным неминкоклеточным раком легкого в рамках наблюдательного исследования, приближенного к условиям реальной клинической практики. Предварительные данные демонстрируют приемлемые показатели эффективности и безопасности терапии неволумабом, а также улучшение качества жизни больных в процессе лечения. Я также хотела вам с радостью вас проинформировать, что эти данные уже, несмотря на то, что у нас эта программа идет чуть больше года, у нас уже есть достаточно большое количество международных публикаций и выступлений. Это Европейский конгресс по раку легкого, это и Санкт-Петербургский международный онкологический форум, и это ЭСМА, и это АСКО, и это предстоящий Всемирный конгресс по раку легкого, и это Европейский Ланкенса конференс тоже. Участники нашей программы на этом слайде – это центры Москвы и Петербурга. Я искренне благодарю всех врачей, всех координаторов за участие в этой программе. Мы можем еще включить пациентов в это исследование и приглашаем всех принять участие в нем. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Спасибо, Натсаком. Да, ну позитивно закончили обсуждение качества жизни. Интересно, конечно, очень интересно. Дорогие коллеги, уважаемые коллеги, у кого вопросы есть? Да. Спасибо. Татьяна Ивановна, спасибо большое за интересный рассказ, но у меня вопрос чисто такой вот практический. Но в клиническом исследовании, когда проводится клиническое исследование, мы оцениваем качество жизни, у нас есть некоторые инструменты, опросники, мы их регулярно собираем. А вот как в практической жизни, как нам перевести вот эти вот результаты в практику? Можем ли мы использовать какой-то инструмент, чтобы определиться с пользой или не пользой у одного конкретного пациента, который сидит перед нами на приеме? Как вот это взять практическому врачу и применить в реальной жизни? На самом деле, этот вопрос я ждала от онкологов так давно, и мне очень приятно, что вы его задаете, потому что, ну вот, когда мы начинали этим заниматься уже более 20 лет, тогда как-то это вообще все было, ну, не очевидно, зачем вообще это. Потом постепенно, когда, да, клинические исследования, это понятно, наблюдательная программа, понятно. Вот сегодня следующий этап – перенести это в реальную клиническую практику, что за рубежом очень во многих центрах работает. То есть врач, то есть пациент, где-то он может заполнить или бумажную форму опросника, или уже электронную форму, и когда он попадает в врачу на прием, уже у врача в компьютере есть эти данные. И дальше есть мониторинг. Технически это очень все несложно сделать. Если это правда вот необходимо, и мы можем с вами, ну, готовы к этому, то есть мы можем сделать просто подготовительную работу и к этому, в общем, подойти, и вы будете этим пользоваться в практической деятельности. Опросник оценки симптомов, здесь вообще никаких вопросов нет, вы все это просто у нас в Москве, в Национальном медико-хирургическом центре, на отделении онкогематологии, уже почти 10 лет подколото в историю болезни все онкологические, ну, онкогематологические симптоматические опросники. Они опросники качества жизни, у них на экране это появляется, все они освоили, все работает. Просто если действительно есть желание, все можно сделать. Желание есть, но просто как выбрать, потому что опросников много вот. А вы знаете... Вы прочитали один список из трех опросников, можно сразу добавить туда еще где-то 3-4 опросника. Получается разнообразные инструменты с... Я вам скажу, что вот те опросники, которые использованы в этой программе, они могут быть использованы у вас в реальной клинической практике, они очень информативны, и они не специфически к раку легкого, и их можно применять у любого пациента с любым онкологическим заболеванием. Вот эти три инструмента, ну, два в данном случае, опросник шкала кашля, если это не рак легкого, наверное, она можно заменить каким-то другим, а два опросника, вот, пожалуйста, я думаю, что они будут. То есть я знаю, что они очень информативны, есть данные. Спасибо большое, Татьяна Ивановна, спасибо. Действительно, изучение качества жизни очень, конечно, интересный раздел, им нужно заниматься, и думаю, что это первое такое большое исследование, первая ласточка, да? Думаю, что мы будем продолжать и дальше. Спасибо. 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 Спасибо.